Сегодня я бы хотела поговорить о хороших и плохих привычках. Плохие привычки, с ними тяжело расставаться. А вот хорошие привычки мы прививаем себе сами. Причем как методом повторения какого-то действия. И когда это действие с уровня нашего сознания переходит в уровень подсознания, что мы уже начинаем машинально, автоматически повторять это действие, тогда и это становится нашей привычкой. Вот, например, когда я жила на Украине, я бегала по утрам. Каждый день вставала в 7 утра и шла в парк дружбы народов, который находился рядом с моим домом. Там было прекрасное озеро, и я бегала, делала упражнения физические, была в прекрасной физической форме, в прекрасном настроении после этих занятий спортом. И это было моей привычкой. Когда я переехала в Испанию, здесь нет озера, и мой график жизненный поменялся. Я уже не могу себе позволить вставать в это время бегать. Но я нашла другой способ хорошей привычки. Я хожу в горы. Причём на Украине нет... Вернее, есть Карпаты, да, но я жила там, где не было никаких гор, и это не свойственно мне. Я не привыкла к этому. Но тут, где я живу, в этой местности, это горная местность, и мне уже... Я поменяла, поменяла всё. И поэтому я... Вначале, когда начала ходить в горы, мне было очень трудно. Я делала большущие усилия, но я чувствовала, что я должна это сделать, что мне тяжело, но я должна бороться и делать. И я делала это, и каждый раз мне становилось всё легче, легче и легче. До тех пор, пока мой организм не почувствовал, что мне нужно это усилие, что я должна чувствовать эту нагрузку. И когда уже бывает такой день, что я не иду в горы, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Вот это и стало моей привычкой. И хорошие привычки, они помогают человеку выживать. Они помогают человеку бороться с жизненными трудностями, преодолевать препятствия. И надо как можно больше иметь хороших привычек. Например, болезное питание. Это может вас предостеречь от многих болезней желудочно-кишечного тракта. Также физическая нагрузка, подвижный образ жизни, вернее, активный образ жизни. Тоже вас предостерегает от многих-многих болезней, которые могут быть со временем. И если человек до 30 лет сильно не задумывается о проблемах, которые могут появиться с его здоровьем в более взрослом возрасте, то после 30 очень сильно начинают уже задумываться. 20 лет человек вообще думает, что он вечный, что здоровье его бесконечно и безлимитно. И что он, я даже не знаю, сверхчеловек. Именно я так думала, например. Я думала, что мне все дано и все так будет всегда. Вот сейчас я уже понимаю, что надо беречь свое здоровье и надо иметь как можно больше хороших привычек, потому что они помогают человеку жить. Точно так, как привычка, например, например, ложиться спать до 12 часов ночи. Вы будете высыпаться, будете хорошо себя чувствовать. Вот. А с плохими привычками нужно расставаться. Нужно расставаться. Например, курение, алкоголь. Все это нужно расставаться с такими привычками, потому что они повышают риск онкозаболеваний. Зачем вам дополнительные риски? Мы уже подвержены рискам, потому что загрязненная экология, вода не такая уже чистая, даже если ее пропускать через фильтр, все равно. И воздух, так? Не такой. Выхлопные газы, машины. Это все тоже может провоцировать какие-то болезни у человека. Но зачем дополнительные риски себе делать, правильно? Поэтому надо расставаться как можно раньше с плохими привычками. Жизнь прекрасна. Жизнь многогранна. В жизни есть много счастья. У каждого человека должно быть счастье в жизни. Поэтому все плохое, вон, вон из нашей жизни. Все хорошее нужно в нашу жизнь. Поэтому хорошие привычки. И также прививать своим детям. Как только ребенок родился, ему уже надо прививать хорошие привычки. Даже грудь нужно давать в определенное время, для того, чтобы ребенок знал, когда ему время принимать пищу. Прогулки на свежем воздухе в определенное время и в одно и то же время тоже это может стать привычкой вашей и предотвратить, и предостеречь вас от многих болезней в будущем. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас было как можно больше хороших привычек. С плохими, чтобы вы привычками расставались как можно скорее. И чтобы вы были счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok